Добрый день, вечер или утро, в зависимости от того, в какое время суток вы смотрите сейчас этот видеоролик. Я вам расскажу, как готовить второе блюдо из наших тренингов, которые мы с компанией Мидея совершаем по всей России в крупных городах. И на ваш вопрос, где взять рецепты, вот это второе блюдо, которое мы сделаем сейчас на ваших глазах. Итак, главное действующее лицо, это у нас, вернее, главная действующая часть, это утиная грудка. Она вот такая у нас с одной стороны кожа и жир, который мы обязаны надрезать накрест для того, чтобы ускорить процесс вытапливания жира. Надрезаю кожу, теперь делаю это накрест. Солим грудку, перец не добавляем, чтобы он не горел на сковороде. Значит, пока у нас лежит и отдыхает грудка, я взял молодой картофель, нарезал его дольками, потом порезал их поперек. Получились вот такие квадратные дольки. Один зубчик чеснока, обязательно розмарин, у меня здесь, наверное, половина небольшой веточки. Вот так вот рву иголочки и немножко сбрызгиваю маслом. Без масла не получится та самая золотистая корочка. Не забываем посолить. Все это перемешиваем и выкладываю на противень. Чеснок с розмарином обязательно. Опа! Лучше всего их перевернуть кожицей вниз, тогда они зарумянятся и будут красивыми. Сразу телескопические направляющие. Ставим противень сюда, в верхнюю часть духовки. Режим вертикальный гриль, то есть у нас нагревается верхняя поверхность, низ не греется. При всем при этом устанавливаем температуру в 200 градусов для того, чтобы картошка быстрее приготовливалась. И следим за румяной корочкой и готовностью картошки без времени, а просто на глаз. Теперь переходим к грибному соусу. В кастрюлю я отламываю кусочек сливочного масла, туда же зубчик чеснока и режу произвольно шампиньоны. Шампиньоны впитали в себя все масло, начинают обжариваться. Как только слегка зарумянились, тут же отправляем замороженные белые грибы. Пропорции примерно на две части шампиньонов, одну часть белых грибов. Если не хватает, можно чуть-чуть добавить маслица и сразу же добавляем воду. Воды нужно добавить столько, чтобы она не покрывала грибы, а была примерно на половине всего объема. Соль, перец по вкусу. Вкус отличный. Дело осталось за малым. Беру погружной блендер и взбиваю все в единую массу. Соус нужно пробивать таким образом, чтобы хоть что-то живое осталось от грибов. Не нужно превращать все это в единую массу грибное пюре. Смотрите, видите, и кусочки грибов все равно остались. Врубаем на средний огонь и добавляем сюда сливки. 33 процента, буквально 100 миллилитров, чтобы сделать наш соус вкуснее и более сливочный такой получается. Грибы очень любят сливки. Как только соус закипел, сразу же снимаем его с огня. Соус готов. Туда нам нужно отправить немного нарубленного зеленого лука. Уже не греть его, а уже оставить так как есть, только добавить зеленый лук. Зеленый лук не жалейте, с ним получается очень даже хорошо. Оп. Класс. Все. Та самая легендарная сковорода, на которой мы сейчас будем жарить утиную грудку. Но, утиная грудка будет брызгать жиром, поэтому я сделаю вот что. Я закрою плиту салфетками для того, чтобы салфетки впитывали жир. Теперь ставлю сковороду, включаю, разогреваю и сразу же выкладываю утиную грудку кожей вниз. Главная задача вытопить из-под кожи утки максимальное количество жира. Вот смотрите. Некоторые зачем-то жарят утку на масле. Я масла никакого сюда не добавлял, и у нас вот уже сколько жира вытопилось. Мне это, конечно, тяжело перевернуть, показать, но здесь достаточное количество утки под кожей. Как только мы хорошенечко пропекли ее с одной стороны и вытопили жир, мы увеличиваем немножко температуру, переворачиваем на эту сторону и на высокой температуре обжариваем буквально одну минуту. Утиная грудка у нас с этой стороны должна быть обжарена до колера. Теперь мы ее отправляем вот сюда, обязательно кожей вверх, чтобы она в духовке, нагреваясь, продолжала вытапливать свой жир. Перед тем, как отправить утиную грудку в духовку, я добавляю немного тимьяна. Можно его заменить сушеным, если есть свежий, конечно, свежий гораздо вкуснее. Пару веточек я кладу вниз и немного сбрызгиваю лимонным соком. Вот теперь можно добавить перец, потому что в духовке он уже гореть не будет, а даст нам тот самый нужный вкусный аромат. А теперь утка машет крыльями в сторону духовки. Утку ставим на нижнюю часть. У нас стоит режим вертикального гриля. Тепло идет только сверху и мы с помощью противня и картошки забираем интенсивное тепло в верхней части духовки. Поэтому, когда мы ставим утку вниз, у нас там получается нету прямого тепла и утка медленно греется, не боясь, что она там у нас горит или еще что-то с ней произойдет. За картошкой я следил 25 минут. Она готова. Опа! И утка, которая стояла в духовке буквально 7 минут. Утке, как и любому мясу, нужно немножко отдохнуть. Я утку перекладываю на доску. А сок, который выделила утка, я выливаю куда? Конечно же соус, чтобы обогатить его нужным нам вкусом. Теперь я беру глубокую тарелку, выкладываю картофель вниз. Как только мясо отдохнуло, ему нужно давать обязательно отдыхать, для того, чтобы все соки остались внутри. Так, я разрезаю грудку. Прекрасный белый сок течет. Никакой крови, ничего нету. Теперь здесь можно нам как-нибудь вот таким образом, произвольно вы можете резать как угодно. Самое главное, чтобы у нас уточка была в самом центре событий. Выкладываем утку в тарелку и добавляем, что? Правильно, грибной соус. Блюдо получилось несложное, очень вкусное. Кто был на тренинге, тот знает. Кто еще не был, ждите нас и следите за нашими рецептами. До новых встреч! Медея, почувствуй себя дома!